так все у нас здесь привет всем на отвече везде ребят короче по немножечку начинаем мы а Так, короче, все, ребят Через минуточку я у вас появлюсь Starline начинается Два полуфинала Матч за третий финал сегодня Соответственно До конца гейминг В общем-то И ждем, ждем мы старта Ну и Естественно Вы можете поддерживать и турниры Мой канал Так что ждем начала Все, и надо переименовать Кстати, у меня стрим Сейчас переименую Все Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехали, ребят Переименую Сейчас твич еще Здорово, Акирыч Здорово всем Все, ребят Минатыч против Каса Бо-5 Погнали, брат Кас Минатов Стрэндж Блай Матч за третий И финал Соответственно У нас будет Бо- сколько у нас матч за третий Я даже не помню Наверное Наверное Бо-5 Тоже Стоит Или Нет Это не то Подойдите Вот он Старлайн Да, будет И 5 Матч за третий Короче Три Бо-5 И Бо-7 У нас сегодня будет Улучшение Завершено Ну что, ребят Летит Кас Реперочком Вперед Галактический процесс Первая карта Две минуты Уже игра идет И Минатыч говорил Что через пул Первые любят играть И вот он Четыремя лингами Сейчас забегает А здесь королева Уже Рипера Встречает Соответственно Пытается КСМочку Поотбрить Мината Но не так просто Это оказалось сделать Еще одна КСМка Со стороны Каса выезжает Ну куда ты Минат побежал-то Всеми Ё-моё Всеми лингами Убежал Дает строить Касу заново Цецепла Что ж ты творишь Так Ну кстати Сейчас Кас может Две КСМки Потерять Из-за того Что тут Бегает Зад-вперед Так Рипера Надо одним Погрызть Бэйлингом Может быть Так Еще одна КСМка Вышла Каса теряет Две Сейчас Если три Мината Сгрызет КСМки Это вообще Катастрофа Будет Не Ну третью Это фантастика Сгрызть Була Ну и так Насколько Цецельщика Задержана И сгрыз Две КСМа Это для Мината Хороший Очень расклад Сейчас Каса Играет В быстрый Сим Билд У нас Получается А Мината Третью Хату Уже Ставит Нужно Дозаказать Видимо Лингов Некоторое Количество И тогда Все Будет Окей Так Роуч Ворон Пошел Линги Строются Залетает Реперончик Да На мейн Запрыгивает Реперончик Реперончик Ну что Реперочком Кас полетало Че он убил Вообще Четыре Линга Уничтожено Четыре Это там Дома Уничтожено Было Одного Дрона Когда-то Успел Кас подбрить Насколько Я вижу Здесь у нас Маряки Копится Мината Шесть Роучи Строют Репер Опять Залетать На второй Пытается Вот он Залетает Гранату Кас Выкидывает Сразу же Еще одного Дрона Подбривает Но быстро Мината Ликвидирует Реперка Вот так Что так Спасибо тебе Верг Верг Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Поме Привет Хорошего Стрима Спасибо Верг Со 177 Доходит 23 рубля Что за проценты Такие 10 сайтов И 13 Просто берет Абригатор Нихрена себе Это просто Дичь Короче Поставлю Логотип Да забыл Я про логотип Мината Идет Кушать Смотрите Реведжеры Линги Против Каса Каса Сделает Двойной Дроп Это будет Размена Абсолютно Точно Сейчас Но Сможет ли Мината В этом Размене Нормально Все сделать Ведь у Каса Много Юнитов Там Очень Даже Забегает Линги Марики Не стимпач Только Сейчас Каса Застимпач Реведжеры Линги Роучи Заходят А в это Время Каса На третью Там Накидываются Минат Мината Забегает Уже На Мейн Касу Проблемы Безусловно Будут Танк Нужно Ликвидировать Максимально Быстро Если б Танк Разложился Сейчас Кас Мог бы Дэмэдж Мината Большой Нанести А здесь Мината Строит Лингов Роучи Он собирается Отбиваться Дома Пытаться Минат Зашел Уже На Мейн Тут Короче Разбирает Все Паерболит Лабу Чтоб танки Не строились В общем-то Так Здесь Сможет Мината Забрить Этот Дроп Да Минат Сможет Лингами Дроп Этот Забрить Нужно Окружать Право Пытаться Было Но Мината Чтоб Нифига Не окружил Фаерболами Тут Факту Подбревает Факта Падает ГГ 50 Кас 1 0 Минат Неожиданное Начало Здорово Блэки Здорово Кей Здорово Всем Пацаны Наш 1 0 Минат И Ждем Хост Сейчас Создаст Magic Хост Захожу В Игру Захожу Ну что Вторая игра Начинается Поехали Честно Говоря Тут Конечно Я бы Я всегда Супер Фаворит Там Вообще Касса Считал До Матча В Касса Хart В В В В В С В В В Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Человек уже 400 скопилось у нас на стриме, ребят. Всех благодарю за внимание. Поддерживайте отечественные Старкрафт, естественно, своим вниманием. И можно и турнир поддерживать, естественно. А, понял ты с приложения. Там нет описания. Прошу прощения тогда. У касса Рипер, у касса то же самое. Рипер второй барак. То есть он будет играть в передруп. Реактор пошел. В этот раз Минато не делает никаких забеганий. Но вот реально в прошлой игре забегание очень сильно решило. Я вам честно скажу, ребят. Что за турнирчик? Наш Старлайн, ребят. Можете поддерживать его тоже, кстати говоря. Призовой пополнять, соответственно. Ну и... Про мой канал, естественно, все знаете. Это я скинул вам сеточку, ребят. Вы чуть позже увидите. Пытается... Блин, секунду бы Рипера отрезал. Минато зажал бык стенки. Касс ошибается как-то. Че касс так ошибается? Ошибок-то таких много делает. Смотрите. Просто берет на ровном месте. Теряет Рипера. Всего одного Линга убил. У Минато первая королева готова. Вторая на мой не заказана. Здесь королева не заказана пока. То есть три королевы боя. Линги что у нас? Линги туда-сюда. Че-то бегают? И через муф-овера Минато играется. Он хочет пораньше увидеть, что будет делать касс. Но касс делает абсолютно то же самое, что и в предыдущей игре. Как Минато на это будет реагировать, я пока не знаю. Опа. Это не просто муф-овером. Привет, Рекрут ГГ. Здорово всем. Это еще и передроб. Смотрите. Это сверхагрессия какая-то от Минато. Ну, очень интересно. А, это не просто передроб. Это с королевами, видимо, что ли? Я чуть не понимаю пока, что именно Минато хочет сделать. Овер летает на мэне. Может быть, он в ответку. Кстати, интересен может быть расклад, когда. Когда, например, контр-пуш пойдет, да. Минато, например, забежит лингами. Это Акас улетит дропом. Но Минато раньше гораздо хочет. Но странно, что Минато в лок бы мог вообще кассу сгрызть, по-моему, здесь. Гавик, 1985. Крусили я, что у меня собака дома? Не, не в курсе. Бывают тут уличные пробегают. И с пятого этажа прыгают. Пару слов об игроках. Оба игрока из Украины. Минато, я не буду врать, не помню, из какого города он мне говорил. Илюха вот должен знать точно. Касс из Тернополя, по-моему. Если мне память не изменяет. Тоже Украина. Ну, Касса все знают. Касс очень старый, очень опытный боец у нас. Минато же из... Помоложе, да. Но все равно давно он уже в StarCraft играет. И на неплохом уровне находится. Так, где что-то Минато лингами бегает туда-сюда. Но в итоге 9 ксм-ок Минато сгрыз. Но я бы не сказал, что это много. 40-30 парабам. Все, 10 рябов разница. А еще ведь и контр-дроп сейчас от Касса пошел. И Минато, по-моему, тайминг вообще дропа не особо чувствует сейчас. Почему? У него лингов не заказано. У него... А, погодите. У него 28 лингов есть. Они возвращают. Здесь еще один дропчик пошел. Кстати, смотрите. Вот этот дропчик больно сделает Кассу сейчас. Линги побежали вперед. Касса тем паче пытается уйти. Что ж ты, Минато, туда-сюда. Лингов-то водишь своих. Криво забегает. Касса с КСМ-ками здесь на халяву отбивается. Просто вообще на халяву, кстати. Криво Минато дрался. А в это время дроп делает больно. Очень больно дроп Минато сделает. Третья хата вообще погибнет скорее всего. Линги накидываются сейчас Минато на Касса Мариков. Но Марики справляются в легкую с лингами. Еще Касс Каралев тут разваливает. Просто две уже минус. Бежит дальше. Линги пытаются отступить. Отступают назад. Еще раз темпачится Касс. Ну и что, принимает бой. И, по-моему, здесь уже все ясно в этой игре. Что-то Минато здесь крит демч наполучал, по-моему. Так, загружается Касс. Но Касс подводит немножечко его контроль. Вот, и он сливает несколько Мариков. Здесь не успел. За эти все, четыре улетело в итоге. Так, щиты не готовы или готовы щиты? Я чуть не понял. Нет, щиты вообще у Касса не заказаны. Это ошибка очень большая. Кстати, сбил, по-моему, Касса оверов на мэне себе здесь. Ну все, Минато четко делал. Последний дроп, вот этот, который сюда зашел. Во-первых, не успел Мариков окружить криво. Дрался должен, обязан был Минато успеть. Во-вторых, здесь он демедженно получал что-то много дома. Зато у Минато один-один сейчас... Орк поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. На грейды. Спасибо, Верк, тебе. Большое спасибо всем, ребят. А вот теперь я тебе могу купить премиум. До востребования. Кингалайс, если здесь будешь, отпиши. Так, угодите. А, что-то я не то делаю. Сейчас, ребят, здесь экшен идет. Танки-марики от Касса прилетают. Ты же уже Соху, по-моему, кидал. А я что-то тут исправляюсь все начинаю. Туплю-туплю. Стимпатч с АКС. Мариков окружили Линги. И Минато, посмотрите, здесь отбивается. Грейды равны 1-1 в 1-1. Бейлинг Неста, правда, у Минато нету. Вот ему сейчас несколько бейнов, ворваться к Кассу, и можно больно сделать, на самом деле. Но Минато что-то перематил здесь Лингов. А как он собирается реализовывать вот этих Лингов? Я что-то не понимаю. Их просто невероятное какое-то количество. Но пока Грейды 2-2 не делаются, не делаются еще и... Так, бейлинг Неста у Минато еще нету. До сих пор. 4 макро хата. Лингов много, это хорошо, блин. Ну как убивать-то этими Лингами? Не понимаю. Да, все правильно. Еще у тебя же была здесь. Спасибо, Север. Кстати, миссис-то новая начнется. Так что милости просим поддерживать. Врываться в топчик. Пропускаю я тут немножечко экшона. Минато 2-2 все-таки заказал. Делает инфестейш. А, то есть это выход тупо ультралов через вот такой вот микс с Лингами получается. Накидывает Семенат на ЦС. Как же танки больно Лингам делают сейчас. Они просто громят их часть. Так, кингалы, сейчас тебе возьму я чуть позже. Ну, тут хат, смотрите, убивает тех Лингов и, честно говоря, здесь уже не осталось вариантов для победы у Минато. Ну вот без бейлингов, без бейлингов такой стиль. Надо его как-то реализовать. Здорово, атакте. Заходят марики. Хатка минус третья. Да. И еще дроп на вторую летит. Короче, инфестеры выходят. Долгу от них мало пока что от этих инфестеров. Кас кидает своих мариков. Мясник, Кас. Танки никуда не ходили, а на двоих в тридцатка у них юнитов уничтожено по пятнаке у каждого. Кас тут на третью опять заходит. Марики перестимпочные. Бой принимает. 2-2 в 2-2. Грайдэ сейчас. Нужно уходить в Касу пытаться. И Кос пошел. Бедные марики здесь все. Все приболели слизью. Какой-то мокрота у них. Началась. Здесь тоже Кас дропается. Отходит. Марики просто здесь сражаются до конца вообще и побеждают все, блин. Так, Кингал, сейчас я возьму Апрем. Погоди. Есть. 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 Держи кингалл из тебя. Так, Блэйк, пока смски не было, но думаю, что если послал, то будет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 О, ну вот, экономия-то, друг, провальная. Так, здесь что-то мародерами каска расти. Везде, друг, по всем направлениям. Каска какой-то супер-мультитаз нам демонстрирует вообще. Я смотрю, уровень касс поднабрал, да? Ребята. Ну что, Стрэндж против Блая у нас. Минатыч идет за третье место биться, а касс финал. И нужно переименовывать стрим, потому что я решил каждую пару писать. Вот так вот. Уберем крышку. Автор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Так, сетку я вам сам скину, ребят, сетки на свече никакой нету... Продолжение следует... 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 Так, вовремя я пришел, ребят. Как раз и игра подъехала. Погнали. Стрэндж Блай, первая игра. Тоже Бу-5, соответственно, все абсолютно стандартно. Апофеоз, первая карта, ПВЗ. Апофеоз, первая игра. 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 не закрыто сейчас, сейчас линги ворвутся. Прямо на адептов сюда и не все новое и новое бегут. Гэгэ, пища, странше, ребят. Ну, Блай неплохо реализовал в стиле Солора, да, как бы, как вот на недавнем турнире Солор сгрыз, я помню. Кого он там сгрыз? Кого-то он там сгрыз. Каспокапе, по-моему. Классика вам он сгрыз. Так, захожу в вторую игру. Каспокапе. Рецепт. Каспокапе. Каспокапе. Порез рецепт. Порез рецепт. Продолжение следует... Так, ну что? А, я бьюсь тут с Блэм. Продолжение следует... 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 что наказал? я и так в финале, что мне там наказывать? 1-0-блай против Стрэнджа, Стрэндж гейт, гас, некус кибернетчика, опять такую же билд, в общем вот она стенка, вот он проход между гейтом, погодите я чуть не понял, что-то у меня странно, не работает почему-то у меня крутилка, вот эта вертелка, не знаю в чем причина, ребят, вот, но почему-то не работает, короче, короче продолжается битва, Стрэндж против Блая у нас бьется, делает адептика, здесь пробочкой проезжает, видит где Блая Ахата вторая, на мэнь заезжать не стал, почему-то не знаю почему, проверил, проверил сейчас около третьей базы, ну и домой уехал, здесь лед стоит, воет и мне даже не приблизить, как он воет, ё-моё, чё за фигня? А-а-а, всё понял, это в Москве я отрубал, поэтому тут и дело такое, надо загрузить будет потом просто вот, всё, теперь будет приближалка у нас, простите ребят, я уже пропускаю какой-то экшон, У Блай опять овер делается Морфиса сейчас, Стрэндж открывает Гейты, но в этот раз у Стрэнджа адептам Скорость атаки будет И это важный очень момент Со скоростью атаки будет попроще Но Блай сверх агрессию опять проявляет 19 лингов Дропчик на мейн соответственно будет сейчас И на третьей базе Харас Но Стрэндж играет без Мазеркора И это ошибка по-моему Играть без Мазеркора Линги прибегают на мейне У Стрэнджа проблемы, он пытается уехать Нужно пилиться Обычный же верчаж Нужно ставить, что Стрэндж сидел Три линга там зажатыми оказываются Два умудряются пробежать Третьей базе В это время Стрэндж заходит адептами Блайя 12 роучей заказано Но они еще только строятся И Стрэндж успеет 100% здесь дэмэдж нанести Блайя, причем серьезный дэмэдж успеет нанести Вам честно скажу Так, рабочие укатывают сейчас куда-то там На одномейн адептами врываться сейчас Что Стрэндж, собственно говоря, и делает Роучи смещаются здесь куда-то Адептами Стрэндж не стал телепортироваться Клана на выход посылать иллюзии, мне кажется, нет Стрэнджа? Отступает, да, пытается На выход, как долго Стрэндж посылал Когда-то уже точно прошло давно Так, здесь видит он дрончиков Ну это совершенно другое начало для Стрэнджа Гораздо лучше, чем в предыдущей игре И Стрэндж еще делает... Так, адепт один успевает на мейн телепортнуться Тут со скоростью атаки одним адептам можно дел наделать На самом деле, не слабо Два дрона минус Ну Стрэндж 36-44 парабам И Стрэндж, понимая опасность контр-пуша Делает вот что сейчас на мейне Вот Видео, либо фото из Москвы Есть там пару видео Я снимал Я пока их никуда не выкладывал Фотки, наверное, есть У пацанов тоже, наверное, надо бы их откуда-то взять У Илюхи были фотки Нацепануть Адептики вперед пошли Так, сбеганик Стрэндж на мейн Уверчаж нужно вставить Тут Стрэндж долго соображает Прежде чем выставляет этот уверчаж Адепт появляется Здесь адепты заходят в контр-пуш опять же Стрэндж контролит адептов как будто мариков У них не такая большая скорость атаки Чтобы так контролить Вбивает спорку сейчас Стрэндж А не остается спорки в итоге На второй базе А дарки заходят на третью Но можно на вторую было пойти Что-то я не понял, почему Стрэндж только сюда заходит 55.78 по лимиту Кстати, боевого лимита у Стрэнджа немного совсем Так, дарки режут очень неслабо На самом деле ТП 500 уже, 400, 300 Сейчас еще меньше будет Спорка копается буквально за секунду Она копается Ну, так топал плач, что с этого направления Спорка в итоге Ну, не видела дарка, это жесть Здесь забегание какую-то отблая идет Где дарки вообще? Почему Стрэндж дарков не ладят? Адепт одного дарка варпанул Сейчас Стрэндж режет Он сейчас режет дарком Адепт еще один спускается 65.77 по лимиту Здесь что-то катаются рабы Плюс гейты добавляются У Блая только лэйр пошел Он не может контур атаковать 73.81 В этой игре у Стрэнджа замечательная уже ситуация Как бы это факт Потому что, ну Блая здесь ответить никак не может Ни эксус 3 есть, рабов больше То есть и морфлы подстраиваются Гейты открываются уже Гейтов много сейчас будет Гейты нахрен Стрэндж буст Епи сейчас, если можно бустить рабочих Нормально просто Единственный момент такой Да варпчу сталкеров идет Архона можно слить одного, я не знаю Да, Стрэндж это и делает Дарки уже здесь не особо пригодятся Два Эммортала сейчас в миксе будет Будет ли строить там Стрэндж призму или нет Здесь спорку надо было перекопать Подгорит она сейчас Иначе потеряется спорка вообще Здесь линги забежали Еще две пробки в Лайде есть Умудрился пробок без дрискуки Так, фаржи у Стрэнджа нет Вот тоже очень большая ошибка по-моему Без фаржи, то есть грейды не делаются И нужно выход так какой-то делать Убивать Блая по грейдам тоже сейчас Печаль беда будет Блая подстраивает, так Блая восстановил третью Добычу здесь пытается снаитировающими камень Пробивает Так, Дарктис в районе третьей базы Ходит один Блая там реведжеров, морфит Или мув беллингом делается Стрэндж пока вперед не выдвигается Но он будет идти вперед Вот у него призма уже заказана То есть он пушить Блая собирается Плюс два еще гейта пошли Пошло Есть вот сейчас у Стрэнджа семь гейтов Плюс два девять будет очень-очень скоро Залетает опс сюда на крип Есть ли линги у Блая 14 лингов есть, надо бейнов морфить Что Блая делает сейчас Призма летит вперед или нет? Да, летит призма сталкера тоже подходит 135, 122 Полиомета видит Стрэндж прекрасно Что здесь у Блая Заметься, надо филдов парочку выставить Но не таких кривых, которые ничего не отожмут Чтоб все в минус получается Поставил Стрэнджа спилды эти Заходят Филды новенькие ставят Блая бейлингами идет вперед Надо сплетануться Стрэнджу немножечко хоть адепт сплетануть Фаерболы от Блая новые идут Но Стрэндж пушит сейчас очень неплохо И надо призму увести Единственный агрессивный врыв уже от Стрэнджа сталкерами Разбирает он реведжеров Разбирает соответственно все Здесь потери в этой игре Кстати, потери близки на самом деле Но не хватает Не хватает Блая здесь Убивает спорку у Стрэнджа В общем-то заходят И встал Да варп еще адепт пойдет Понимается, что лингов Ну видимо может много быть Тут можно и сталкеров варпить И адептов в принципе не особо важно уже Но сталкеры лучше против бенни Тула Двинул 101 по лемиту По Fire Bull он втренч ходит. Mother Core прилетел сейчас. Влай они контур атакуют. Влай что-то, как обычно, до конца гейминг в последнее время устраивает. И не выходит никуда, но GG все-таки пишет 1-1 у нас. Субтитры делал DimaTorzok. Так, ребят, сейчас секунду. Что-то прохладненько стало, надо куклу одеть мне. Ждем третью игру, сейчас она начнется, точно не последняя, тут счет 1-1, ребят. А у нас до трех побед битва идет, соответственно. 1-1. Ну, тут начало было, в общем-то, адепты очень неплохо для Стрэнджа все сделали. Ну, Блай сам решил сагрессивничать, вот. Такой ТЛО, такой Стрэндж. Блай решил сагрессивничать, ТЛО тут пишут на Твиче. И я ТЛО повторяю, походу, да? Ну, бывает, что тут говорить. Бывает. Так, дрончики добывают. Здесь все-все в порядке. У Блая пошел... Опа! А это что? Ага, ага. Идет Блай делать плохие дела, которые он любит делать плохие дела. Очень сильно. Почти Стрэндж. Вот если бы дрона сейчас заметил, было бы хорошо, конечно. Он понял бы, что происходит. Это прокси-хаты, естественно. Ну, навряд ли бы Бл 5 Блая. Обошлось бы хоть раз без такого билда, да? Проверяет Стрэндж. Сейчас обнаружу, что хаты нигде нет. Надо выйти на лоу-граунд. Просто проверить, что происходит. Что Стрэндж, собственно говоря, и делал. Или он Никсус выходит ставить. Он выходит Никсус ставить. Это ошибка. Нужно было кибернетку Стрэнджу делать. Конечно же Никсус пытаться была... Точнее Никсус пытаться хату найти. Стрэндж проверяет все золото. Ну, блин, ну с Блаем и не ожидать этого. Ну как так-то, емано? Сейчас Стрэндж поймет, что опасность уже рядом. И я боюсь, что при таком раскладе просто адски сложно отбиться. Проверяю Стрэндж золото ближнее. Нету золота. Сейчас вот. И что, куда Стрэндж поехал? А сейчас-то куда Стрэндж поехал, я не понимаю. Наконец-то Стрэндж вкурил, что происходит. Идет пробка и смотрит, а здесь пошли плеточки. Одна заказана, вторая. Королева строится у 8 лингов. Зелок первый готов. И что, зелок? Ну, спустится он. И что дальше? Блай, кажется, не хочет отменять эту почти готовую плетку. Нет, такое ощущение складывается. Но ему придется отменить. Последнюю секунду Блай отменил. Перезаказал. Заходит на рампу Королева плюс Лингер. Здесь строится Стрэндж готовит оборону уже на хайграунде. Есть фаржа здесь. Так, здесь уверчаж выставляет, отгоняет. Нужно делать. Фатунки здесь на рампе быстрее Стрэнджу. Как можно быстрее. Лар точно не доделается. Это абсолютно точно. Короче, забегает Блай сейчас. Хороший тюрь Стрэндж поставил. Пошла Фатунка. Раз, гейт. На рампе дублирует Стрэндж. Все дело. Кибернетчику устанавливает. Еще надо гейт ставить обязательно. Как-то очень вовремя Стрэндж поставил гейт. Сентряд встает на рампу. Короче, блин, и Сентряд теряется. В итоге все у Стрэнджа теряется. Блоч полностью Стрэндж. Что ты делаешь вообще? Стрэндж полностью ничего не блочит. Блай забегает лингами на мейн. Это гг, ребят Стрэнджу. Вместо того, чтобы заблочить нормально рампу, Стрэндж затупил. Просто все наотдавал. И сливает пробок весь всех еще. Ну что за ошибки-то такие ужасные? Просто, ну вот, ты же понимаешь, что там муфлингом, ну заблочить ты рампу-то к чертям вообще сразу. Просто пилон еще поставил бы там или что-нибудь, неважно. Ну что, четвертую игру ждем. Блай 2-1 повел. Из Блая мне ожидать прокси-хат это вообще. Спасибо. Продолжение следует... 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 и вообще не предвидеть вот это дерьмицо. Делать Стрэндж вперёд. 3 сентри, надо варпить больше сентрей Стрэнджу. Блайт делает овера для дропа. Стрэндж заходит сюда. Групп овер есть, филды пошли новенькие. Филдов надо больше гораздо Стрэнджу делать сейчас. Филдов мало, как Стрэндж ставит сейчас реально. Заходят Веллинги в центри. Линги врываются, имморталы еле живые здесь. Один иммортал вообще там ближе к Блайе. Блай в лёгкую отбивается. 3-1 Блай, ребят, Стрэндж матч за третье место идёт сейчас против Мината. А Блай идёт в финал в кассу. Вот такие вот дела. Хорошо Блай реализовал, тут ничего не скажешь. Ну что, переименовываю Стрэндж. Блай, Мината, Мината и Блай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, заходим в игру DimaTorzok Да, рекламу извиняюсь, случайно прожал, я вообще забыл про вот это все дела Короче, ждем начала игры Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну что, ребят, продолжаем смотреть Ну что, ребят, продолжаем смотреть ДимаTorzok Рекламу больше не буду прожимать Через плеер, либо напрямую по реквизитам поддержкой Короче Продолжается у нас движуха Стрэндж бьется с... ДимаTorzok 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 Скибетик Выделят средства на следующий StarLine Я поговорил вроде как Уже-то все в силе Надеюсь, что там Наберется у нас призовой Но у нас уже большой, достаточно призовой там Не помню, сколько там мне говорил Иверт, сколько уже там есть Вроде как То, что вот Ну, залито сейчас-то еще не все там То, что есть Так Видишь, у нас Nexus 1, что ли, было? Я чуть не понял Да, Nexus 1 А Стрэнджи 2 гейта адепты Это бо 5 У нас финал будет бо 7, ребят Минато, Трихат и пул Получается, был билд Оба халявили, короче, игра жесткая Twilight, конечно, на Мэнни там ставят Сталкер А, сталкер адепт Это сталкер адепт Ну, ясно Стрэнджи вообще без разницы Разведка Стрэнджи играл Почему без разведки Прибегают линги рядом Бегают Адептик какой-то поперся Куда адептик поперся, я чуть не понял Просто иллюзию Стрэнджи посылает, разведают сейчас Робо плюс 2 гейта 4 гейта будет Адептам скорости таки добавлено А может это вообще С призмы адепт пуш жесткий Не знаю Если сейчас Стрэндж еще гейтов добавит То наверняка да, что-то такое будет Ну, пока не наблюдается Таких действий со стороны Стрэнджи Можно было подбустить варп Стрэнджи, кстати, мне кажется Но он что-то пока не бустит варп У Минато коготь Кстати, но коготь это интересно Но как адепту подбивать без Да, это масс гейты И это просто уже 6 гейтов А скоро будет еще больше 5-6 добавляется 2 там, 8 гейта адепты Стрэнджи просто призма с мейна Ну что ж, посмотрим Зайдет, не зайдет Но если Минато не поставит Беллинг Несс Ни Роуч Ворон Это точно гг Минато Потому что такое не отбивается Просто лингами Сколько, я не знаю Чтобы отбить там Столько гейтов адептов Пуш, это просто невероятно Так, голосовал еще кто-нибудь запилит Там ребята вам попросите Выдвигается Стрэндж вперед Минато подбегает сюда К Стрэнджу Спалил адептов Нет, не спалил Один сталкер все остается А что такое-то? Два пилончика Стрэндж добавляют Дублируют Здесь все, пару адептов Варпят сейчас Здесь призма прилетает Еще три адепта В атаку Заходят Стрэндж на муви Минат накидывается Адептов уже с грейдом они Еще три адепта варпятся Все, заходят Стрэндж Это похоже на 1-0 В его пользу Потому что я уверен Что Минат здесь будет Просто не отбить Эту тему все На рампу надо зайти конечно Заходят на рампу На рампе вообще адептов Позиция хорошая Их и не окружить Вот такую вот Там с черникой Типа со всеми делами Типа со всеми делами Здесь тоже Стрэндж Типа Позглётов Типа Типа Эта Типа Типа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, у Стрэнджа гейт на лоу-граунде... Два гейта от Стрэнджа будет, что ли, билд? Не, он просто в разведку пошел, и Нексус будет заказывать. Нет. Так, спасибо, Саундсбёрд. Вот, 80 пикоинов. Кстати, у меня есть там 720 пикоинов, а можно только от 1000 вывести, поэтому... Надо, чтобы Адольф раскошелился. Ещё пикоинов немножечко мне. Так, контрола проставляю, Стрэндж разведывает пробочкой, видит, как Мината переводит на золото рабов. Твайлайт, как Мината похоже на... Ну, это не будет, наверное, Адептулы, но тоже с Адептами какой-то врыв будет, скорее всего. Я так полагаю. Потому что... Ну, а что это ещё будет? Ну, стандартно, как подпушивают, как и я, иногда играю тоже в ладере. То есть, 3 гейта Адепты, там несколько Адептов подстроены до варпа, потом варп с 3 гейтов варпится 3 штучки. Как раз доделываются резонирующие глефы, и идёт врыв, соответственно, где-то 7-8 Адептами, иногда по большим количествам к оппоненту. И, собственно, переход в третий Нексус. Так, вот иллюзию чаще надо посылать, чтобы таких вещей не происходило. А Стрэндж не посылает никуда ничего. Ну, будем надеяться, испанец, ты чаще теперь будешь появляться. Вэпка, да, вэпка давно. Холодно стало. Надел свою кофту, которую я не использую практически никуда. Хоть дома-то её можно одеть, а у меня тут все говорят, что пора телефона отжимать уже и тень. Ну, не знаю, не знаю. Так, уверчаж выставлять. Дайся кибернет прогрызть с вами нато. Что, ну, действительно решил под уверчажем кибернет пузырить, что ли? Не понимаю. Передроп на мейн. Сверх агрессия какая-то идёт. У Стрэнджа очень много рабочих, но зато маловато боевого лимита. Так, Глефы доделают практически. Здесь опять налом на вторую базу. Адептик окружён. Здесь варпануть даже Стрэнджу некуда. Самый прикол, что ему даже варпануть адептов некуда. Так, пиончик ещё пошёл. Ну, три адепта успевают Стрэндж варпануть. Но Минато забегает с гигантским количеством лингов. И не успели Глефы доделаться. Это 1-1, ребятки. Это минус Стрэндж. В ответку за адептов Минато лингами Стрэндж убивает. Здорово, факторис. Здорово всем на Твиче, ребят. Просто какой-то успех сегодня больше двух соток на Твиче. Это не часто бывает. Так, на самом деле. Короче, ждём третью игру. Быстро ребят справляются друг с другом. Пока сегодня за полуфинала и матч за третью какой-то серьёзного и жёсткого макро замеса вообще не увидели мы. Ну, касс Минато разве что там. Нахажу в игру. Ну, касса. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Третье место, а теперь финал Спасибо за поддержку всем ребят Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну что, ребят Казблай, поехали! Решающий матч Естественно, босиме у нас Но тут я думаю, ни для кого Легкой прогулки не будет Погнали! Я прогнозировал, что Каз должен одолеть Блая Вот Третье место я угадал уже Илюха там в каком-то конкурсе участвовал Я ему отписал Ну, вот первое, второе, посмотрим. Ну, потому что Стрэндж сейчас невнятно играет в последнее время, поэтому я и думал, что Стрэндж, ну, не сможет он одолеть Лая, скорее всего. Вот, Стрэнджу, ну, учиться начал, что тут и говорить. Будем надеяться, сможет трениться еще, как бы. Далее. Кас играет, смотрите, ранее очень Гас. То есть у него будет факта достаточно ранее здесь по билду. Ну, видите, или это рипер стандартный? Нет, это не стандартный рипер. Вот стандартного рипера, как готовности барака, 50 газ, ток-ток, как раз подкапливается. Не, я думаю, что Блай возьмет реванш за Веск против Каса. Ну, посмотрим, Каса очень винятную игру такую показал против Минато. Так, ССС-чика пошла. Наверное, тормозит стрим. Не знаю, ты первый, кто пишешь об этом и пишешь на Твитч, самое главное. Вот. Ничего нигде не тормозить, вроде как. Королева спускается на мугран. Здесь у нас какая-то движуха в центре. Кас обнаруживает лингов, которыми Блай пытался к нему забежать, СС-чику подгрызть. И странно, почему Блай не бежит, туда СС-чику не грызет. Раскидал тут лингов, Кас, ну Блай все-таки одну КСМ-ку сгрызть, я смотрю здесь. Ну, хоть что-то, хоть что-то полезное сделал. Спускается другая, рипер задолбался. Стрелял 6 туловищ вывез просто, смотрите, этот боец и собачьих. Линговских. И полетел дальше стрелять по всем остальным. А что у Блая? У Блая лэйр и дронов он построил, тесно, вторую. Кидает гранатку, криптумора еще Кас убил, да е-мое. Что за, что за дичь вообще? Блая, кстати, лэйр без муволингов. Уж не Нидус ли это какой-то? Если Роуч Ворон мы сейчас уберем, то это Нидус, ребят. Это факт. Да, пошел Роуч Ворон. Очень похоже на Нидус. А где он будет запилен? Наверное, где-то здесь, на второй базе, скорее всего. Два гелика сюда приезжают дополнительно от Каса. Строится либератор. Но если Кас сейчас просто поймет, что Нидус, он в легкую отобьется. Здесь и либератор, и танк скоро будет. А то, что Нидус, это факт. То есть он уже пошел. Заезжает Кас. Лингов там к рампе побежали. Пытается, пытается на второй побольше рабочих убить. Блай уже берет дронов, пошел отбиваться. Могут гелики на мейн прорваться. Да. Прорывается. Кас получит информацию о Нидусе и обо всем остальном. И, конечно же, будет дома отбиваться. Похоже на 1-0 Кас. Очень похоже. Но вперед забегать не будет. Еще есть шанс у Блая на успешный Нидус. Куда он пойдет? На мейн прям пошел. Либератора Кас увел. Куда ты его увел-то? Ё-моё. Видел же Нидус. Что Кас творить-то, блин? Видел Нидус. Все прекрасно видел. И увел Либератора. И сейчас просто танк выйдет. Прям под это. Под Нидус. Под этот попадет. Королевы поперли. Сюда все вылазит. Так. Роучи вылезают. Залетает Либератор. Либератора надо зафокусить Блая. Как можно быстрее. Что он и делает сейчас. Королева падает. Но одна падает-то. Остальные живут. Роучи тоже живут. Марики плюс танк бьются. Все еще. У Каса. Линги заходят. Новая нулямия-то больше боевого Каса. Сейчас выглядит так, что отбился он. Даже при таком раскладе. Да. Судя по всему отбивается. Кас. Королева отступает. Трансьюз один есть. У второй королевы пока энергии не накопило. Сейчас полтинник будет трансьюзиться. Еще Нидус падает. И что далее? А почему Блая ничего больше не усовывает? У него нету никаких юнитов других? Четыре роучи. Все, что есть у Блая. Сейчас. Надо Овера сбивать, что Каса делает. Собственно говоря, сбивает Овера ближнего сейчас. Блая отсквах. Еще один Нидус подвертся сейчас. Кас раскладывает танки прям вплотную. Чуть не понимаю, зачем он так нагло действует. Возвращается назад. Медиваг нужно подводить сюда. Танки делают залп. Трансьюзи, если вообще нету, трансьюзов никаких. Блай все еще не сдается. Нет, Блай все еще не сдается. Но в этом весь Блай последнее время. Он до конца гейминг постоянно устраивает. Здесь третья цельщика уже пошла. Я думаю, Кас не будет затягивать. Он пойдет сейчас убивать Блая в ближайшее время. Я думаю, ему это и нужно сделать. С Мариками взять танки все вперед. Просто и все. Погнал вперед, Кас. Не знаю, почему он не хочет Блая убить уже. Блая муфроучим. Блая продолжать агрессию будет, я так понимаю, какую-то. Пришел либератор, пришел танк. По королевам наваливает здесь Пухати. Блай пытается зайти с какого-то направления, где можно выбить будет либератора. Танк по реводжеру. Нормально долго сейчас Касовский. Реводжера разбомбил. С победителем по скайпу я после игр общаться не буду, но Изард подготовит интервью в текстовом виде, я уверен. Меняет третью хату, Кас Блая ублай, не жмет эскейп, это провал, щиты стимпак, тут миллиард юнитов, реактора на Старпорте нет, двое инженерки в одной только грейды делаются, Кас уже к мейну залетает, Харасик. Короче, Блая вообще ничего не сделает. Он не может два танка отбить, но пытается что-то делать еще. Улетает Кас, все в порядке. Дропается опять на мейн Королеву надо сбривать, а не и рабочий сейчас. Было бы Касу, он ошибся. Убил бы Королеву, мог бы и рабочий продолжать. Харасик, здесь Либератор на второй уже, 15 дронов минус, ё-моё, 16 минус, 61-101, вообще Кас просто громит Блая. Нужно выход сделать, Т нажать уже, убить его, окончить мучения эти. Не только Блайские, но и наши смотреть, это просто вот это вот, смотри, что вот это вот, я не знаю. Это действительно тараканы бегают, а здесь ходит просто, ну, хозяин хата, короче, тапком его прихлопывает. Покажет. Ну, это только первая игра, ребята, четырех побед, минимум четыре игры у нас будет. Это и то, если Кас будет выигрывать, получается, потому что, ну, вы видите сами, в этой игре уже ничего не сделает Блая. Чё-то танки сидят, ещё не понимаю, чё-то происходит-то. Заходит Кас. Ну, всё, и стим патч, если Кас, что ты там заходишь? Есть же стим давным-давно. Наканецкий Кас его прожимает, танки в СиДжи все, фаербулы падают. Ну, какие тут фаербулы? Уже ничего не спасло. Груди, ну, Блай чуть-то там вперёд. Пошёл немножко. Танки хоть без СиДжи бы, они больше дел бы здесь наделали бы. ГГ, пишем Блай. И мы ждём вторую игру. СиДжи. СиДжи. Продолжение следует... 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 Так, здесь касс забирает оверы абсолютно точно. Блай, кстати, ксм-ку подгрыз. Подгрыз, кстати, одну ксм-ку. Ну, инженерки доделались. Нужно лететь дроп-ц. 1-1 у касса не намного позже, чем у Блая заказано. Третья цс-шечка у касса заказана. Стенка есть и строятся. Юниты просто всё в порядке. Ну, Блай будет встречать этот дропчик сейчас с лингами своими. Да, кум-то лучше лжит точно. Надо заказать, чтобы контролы были видны. Касс пытается прямо на мейн сейчас пролететь. Пролетает прямо на мейн. Блай где-то далеко бегает там вообще лингами своими. Только сейчас на мейн приходит. И может больно касс сделать Блайу. Не, больно не сделает. Загружается. Улетает вниз здесь. И овера можно и хату пытаться четвёртую отменить. Но овера точно Блайу касс заберёт. А вот отменит ли хату, это пока вопрос открытый. То есть, позиция хорошая. Здесь можно с лингами разменяться просто замечательно. Без королев. Пока Блай и королевы туда придут. Касс будет уничтожена. Нужно аккуратнее всё равно. Вычеты доделываются. 1-1 доделываются. У Блая лэйр делается сейчас эти под 1-1. Грэдна 2-2 будет заказывать. Касс немножечко затыкал с арморе. Поэтому он не сможет идеально по КДшечке 2-2 заказать. Касс тут на щитах уже шатать. Блая идёт вперёд. Крив Тумора здесь снимает. Заказывает баня с КБНов. Передропчик на мейн будет. Будет, надеюсь, спорка с королевой, поэтому не получится. Нормально дробнуться. Касс куда-то летишь, видишь, спорка улетает. А здесь кто-то, кто-то... А, через королевка слетел, видимо, криво как-то. Поэтому чуть не отдал медиваг. Блая 2-2 заказывает раньше, чем Касс. Ну, Блая 1-1 раньше, соответственно, были играйты. Да, как бы всё логично. Кассу 2-2 нужно не втыкать, заказывать, чтобы быстрее быть. Кассу 2-3 заказывает. Так, мимку в таких ситуациях, конечно, лучше перекапать, потому что она в никуда стрельнула. В это время Касс пытается зайти на ДО, так Блая. Отдаёт 1 медиваг, 2-й улетает. 97-100 более митов. Пытается 4-й у Касс Блая отменить, но... ХП маловато. Точнее, мариков маловато, а ХП много здесь было. Нау Беллинг Блая убил Касс Минкену Блая. Нормально сконтролил, на самом деле. Так, здесь приехали дроны на 4-ю. И Касс выдвигается нормальной такой гопшой вперёд сейчас. Покатушек у Блая нету. Нет покатушек. 2-2 уже почти готова. Уже покатушки могли тысячу лет. Как быть вообще? А Блай даже их не заказал ещё. За этот косяк Касс может наказать Блая. Ох, Минка, ещё 8 лингов подрезала сейчас. Можно зайти. Смотрите, здесь крипа нет по этому направлению. И вообще Блая выхода Касса не заметил. Обратите внимание. Беллингов 4 штуки. Всё, Касс тут разводит. Смариков своих будет наверх-то заходить? Видит Касс, что Блая здесь бегает. У Блая вообще ничего здесь нет особо в этом выходе. Тем паче, Касс идёт вперёд. Минки все здесь живы, что самое интересное. Бах, какой залп вообще! Эта Минка просто унижает Блая. Одна эта Минка, он её не выбил сначала. Вы видели, что сейчас было? Это дичь вообще какая-то. В это время Блай делает контр-забегание, к которому Касс вообще не готов. Но Минка и здесь жахает. Другая Минка. Спасают Касса Минки сегодня. Если бы Касс был бы внимателен, на самом деле, в этой игре, он бы пошёл бы Блая и первым же вот этим выходом бы убил бы, на самом деле. Ещё одна Минка жахнула. Тоже неплохо, но не так бига тут в предыдущие разы. Касс понимает, чему дальше нужно идти. Сейчас заходит на ХГ. Ну, сейчас уже мук Бейном будет готов, поэтому ловить здесь будет нечего просто. Касс. Особенно с учетом того, что у Блая Микос есть. Ой, тут всё взорвано как дико было на золоте просто Блаям. Забегание Лингов идёт на золото. Забегание идёт на вторую базу сейчас. Здесь Блай ещё-то бегает на Муви, сливается. Так, Линги врываются на Мейн. Вторую на золото Блай тут врывается. На Халде он или как он, да, на Халде Лингов оставил. Сгрызает. Тут 13 КСМ-минус. Здесь тоже всё кончается уже. Лингов очень-очень много. 143 на 111. Это 1-1, судя по всему. Я думаю, что здесь уже Кассу ничего не светит, потому что у Блая слишком много юнитов. Плюс королевы у него здесь есть. И здесь Линги до сих пор грызут. Смотрите. КСМ-ок уничтоженном очень-очень много. Класс пытается с хайграунда тут на золото залететь. Ну, а что его ждёт, кроме как провал? Медиваки падают. 77-120. Тут 2 Линга присутствуют. ГГКС пока не пишет. Но у Блая уже 4 ультрала заказаны первых. А 4 ультрала это... Жирная точка, в общем-то, в этой игре. Правда, они мягенькие. Ну, вот сейчас армор тоже заказан. Странно, что вообще сейчас зерги раньше, чем армор, ультрала не заказывают. Это мне цены способов. Не спасла Касса чудо-минка. Это просто. Пытается Касса Байфи на 4 часа. Сейчас 154,27. Доходит Касса Байфи. Идёт вперёд, принимает бой. Как минки убивают, а? Ну, у меня холд здесь. Тут ультрала и Касс пишет. ГГ-1-1. 29 юнитов у той минки убито было после залпа. После залпа, который жёсткий был. То есть 8. 21 юнит, в том числе, где-то штук 8 бэллингов погибло при том залке. Дайдём, откуда я постоянно попадаю. Куда-то не туда. Ну чё, всех я рад приветствовать. Людей много. На Твиче 3 сотки почти. Ёмоё, у меня на Твиче столько и не бывало на моём никогда. Ждём третью игру. Вам напоминаю, что вы можете поддерживать, меняя мой канал. Естественно. Отключайте AdBlock и подписывайтесь на премиум. Поддерживайте материально. Естественно. Также через плеер, либо по реквизитам. Это мотивирует новые стримы делать, естественно. Плюс месяц был не очень, не ахти этот. Да и нужно уже на диван купить накидку побыстрее. Какую-то. Чтоб Чарлик там дрых. Ну и поддерживайте турнир тоже. Потому что это тоже важно. Турнир вы можете через сетку. Поддержать. Через где сетка находится, ссылочка там, в общем-то. И где призовой, в общем-то, фонд там. Это делается. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только магистр времени может не стареет Кто на планете Земля живет, те одновременно все Сцеха пошла у Каса после Рипера Блай летит оверами вперед У Блая 17-я хата Гаспул Стандартно он играл сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, гелики, смотрите, реактор барак Марики, гелики без реактора Почему-то строится странное какое-то решение со стороны Каса Но зато сейчас он овера сможет максимально быстро сбить Вот он залетает, овер, развернись Кас вообще не реагирует Марики вы не спустились, ну а что поделаешь Линк минус Старпор делает Так, а, это два барака Марики Выход в лап То есть это, смотрите, это Во-первых, это выход в стимпа Крайне стандартный, но Так, она обнаруживает Касовера в Блая Нужно сбивать, нужно снизу двух Мариков Завести, там можно будет его уничтожить Потому что Касы пытается сделать Лайк слишком большой угол берет, чтобы улететь По-моему, Кас успеет сбить его сейчас Хотя я не уверен Куда, Марики-то, идут? Вон они, на овер, куда летит Кас какой-то пошел, хрен пойми куда Мимо прошел и ушел назад Все это за контроль такой был Геликами законтролился, походу Так, он тушил, друзья, действительно Наши войска атакованы Дробчик пошел со стороны Касы Это хелбат пуш и выход в стим При этом ранний тоже достаточно Так, здесь надо закрывать уже проход Спускается Гелик, здесь линги от Блая забегают Лингов много реально забегают Но Гелик поможет отбиваться, конечно Правда, насколько долго он поможет Яхэзэ ТСМ принимает бой Марик с хайграунда спускает Здесь Кас пролетает Хелбат и трансформируется Но у Блая уже ровущий прут вообще В больших количествах Пытается с Блай сбить Медивак Медивак собьет Сейчас лечения нет В итоге королев надо просто отвезти отсюда Попытаться Нет, королевы падают Но ровущий отобьют Все здесь легко достаточно При этом всем Блай до сих пор Здесь забегание Этим жестким напрягает Каса Пробирается на мейну Здесь Марики уже с Медиваком решают И контрпуш пошел Смотрите, Блай отбился здесь И сразу же вперед попер То есть он идет сейчас убивать Каса У него 9 ровущий И линги строятся в дотекании Соответственно Реводжеров под Морфит Естественно Ну Газ один добывается Сейчас второй добавляет Блай Мне кажется, что это ситуативный Даже такой пуш Потому что если бы он хотел бы Именно Хотел бы именно Атаковать изначально Так, то он второй бы Газ раньше бы добавил Нам так Кас стимится Видит, кажется Блай приходит сюда Ровущий рингами Пробирает сюда К депошкам Колбат Ё-моё, куда на колбата Линги врываются Линги на мейн Побежали Там Мародера пытается Блая сбрить Касов Мародера сбреет Абсолютно точно Рабочие под ударом На второй базе Фаербулов не наблюдаем Линги заходят Похоже на 2-1 В пользу Блая вообще Сейчас Упом забегает Сверхагрессивно В своем стиле ГГ, да, пишет Касов-то 2-1 Блай Вот так вот Четвертую ждем игру Блай как-то Под его диктовку Пока проходит финал Захожу в игру Ребят Сверхагрессивно Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мариков, вы из бункера сейчас высадил кац, отменяется все, печаль. Так, убегает Блай домой. Ну, все, что нужно к кассу, это сейчас взять, в общем-то, все, подстроить еще танк и пойти убить Блая, вот и все. Так, нужен скан, чтобы здесь нафиг крип не распространялся больше. Бункер почему-то касс не вычинивает, или он мулу все-таки предпочтет кинуть? А не сканить, интересно. Так, танчик сейчас будет готов, один дрон что-то золото у Блая добивает. Хитрый Блай все, Криптмур хочет запилить, а касс не дает ему. Бедняга, дрон разорвало его сейчас. Касс выбивает хату. Здесь все Криптмуром, да, Крипом, точнее, заливает Блай. Здесь дронов отменяет. Мари, не спустили, Блай, что-то зачем ему отменил, могу, в принципе, и развалить, мне кажется. Здесь Королева пытается уйти. Касс заметил ее буквально секундочку сейчас. Нужно убить ее просто, она сейчас зайдет на ХГ. Так, Блай забегает из тыла, сейчас лингов приводит, Крипа миллион. Вот сейчас Касс может поплатиться за то, что так. Так, танк наваливает, лингом очень неслабо. ТСМ-ок 8 слил, Касс нужно идти вперед, это просто лоло, не игры какие-то. На супермалых лимитах вообще. Так, пошел Касс в обход куда-то там, куда он пошел-то вообще. И танком полетел, почему просто в лоб было бы не прийти, я что-то вот понятия не имею. Так, а танк у Касса один танк всего. Так, а где второй-то там? Так, здесь по лингам залбил, сейчас муф у Блая будет готов. Касса идет вперед, да, добьет здесь Касса, это факт, здесь слишком большой. Блой лимит у него и ничего не сделать будет. Еще Касс щиты, либо Стим заказал что-нибудь. Наверное, может даже щиты лучше были в этой ситуации, чем Стим. Танк до хаты не достает, просто сейчас дропается Касс дальше. Побежали, Линги вперед от Блая, нужно уводить рабочих. Можно вычинить бункер, попробовать, например. Ну, бункер тут не вычинивает, в общем-то, Блайк. Касс заходит, Бейлингов нет, то, что перевернуло бы игру, нету просто. Уф, уф, Блайк. Так, все, добыча Касс продолжает, Касс падает сейчас. Касс принимает бой и, конечно же, убивает. Все, в мясо Гейпи еще убивает. Мне не понравилось, что Касс одлился. Должно было сработать. Ну что, пятую игру ждем, 2-2 Веселят нас с играми такими козлаем Ну прикольная игра, я люблю игры на слабых лимитах таких На самом деле это всегда весело Вол не вол, но тогда еще уровень был слабенький, очевидно Ждем мы кассу, он не заходит пока, не знаю почему Смотрите продолжение в следующей серии Все, игра начинается Поехали Поехали Так, 2-2, ребят Фрост Мороза, он же следующая карта, погнали Рейсэм готов Рейсэм готов Рейсэм готов Рейсэм готов Рад видеть, больше тысячи нас человек, уже почти 1200 Суммарно на твиче на гг-плеере Вот Ну что же, финал у нас Касс против Блая, бьется 2-2 Счет И пятая игра И пятая игра у нас, в которой победитель финала точно не выяснится, что до 4-х побед, соответственно Минимум еще две игры будет Максимум 3 Доделался Пулу Блая Стандартная Семнадцатая хат гаспулу Через Рипера, соответственно Выход в Steam Стандартный Рипер вперед полетел, я так понимаю Да, Рипер летит вперед Но Касс без разведки играл Поэтому он просто, ну, не знает, где Блай находится А Блай, то уже нашел Касса И незаметно Блай к мейну Кассовскому пролетает Может Овера потерять Он так вот летает Но он хочет спалить, что происходит Сейчас он как только Лабу увидит на бараке Я думаю, что он сразу назад полетит просто И все Видит Лабу Блай Ну и Касс Овера видит теперь Вот что самое главное Знаете-ка, Марик, что стоит? О Начали с двумцей Атаковать Здесь Касс чуть Рипера не отдал Ну чуть не считается, не отдал Вбивает Овера Блайу Стенки у Касса нет В лингов Мувда делался Они не дают Риперу запрыгнуть на хайграунд Сюда Минус Рипер в итоге Так, здесь как-то две КСМки у Кассы покатились Куда они поехали-то? Одна из них минус Стичные линги сгрызают ее моментально Ну, лингов Марики наказали за это Посмотрим, насколько дрог будет удачным здесь со стороны Кассы Касса У Глая 1 Эволюшн У Глая какой-то странный Интересный билд такой Через 1 Эволюшн Привет, Биллов Павел Привет всем, кто недавно подошел, ребят К финал Старлайна второго сезона У нас наконец-то мы добрались до этого финала Ну и впереди нас будет ждать третий сезон, естественно Уже он анонсирован Но это не может не радовать Ребят, поэтому поддерживайте данный турнир Естественно Призовыми Всеми делами И меня и мой канал поддерживайте так же Резеп готов О, гна, лей, далее А нет, два все-таки эволюшн Я пока подумал, что что это за такой бит с одного эволюшн Ну, я просто один сначала армор заказал Ага, ага А потом только great range Овая, между прочим, атака Это билд через каких-то роучер элдеров интересные Ага, ага Ага, ага 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 Так, в личку кидайте свои ссылки, не надо мне тут уже и стримеры кламить. СМ готов, вооружен и опасен. Ну что, ребят, тройной уже дропчик от касса здесь. Куда он летит? Он летит сюда на хг что ли или что? Я не понимаю, куда касс летит-то? Я понятия не имею. Куда касс сюда летит? Да ничего страшного просто, ну кидайте в личку. Дропается касс с 91 на 100, там один по-моему по лимит 43-49. 98, 110к заходит, стимится. Принимает бой. Минка хочет уж очень сильно залп сделать, но никак не может пока, не может цель выбрать. Касс тут на третью точку уходит. Блай, кстати, пытается... Так, здесь депошечка не закрыта. Блай пытается помешать и Блай забегает. Замечательно просто на второй базу сейчас. Три новейших мулы могут сразу погибнуть сейчас все. Ну что, здесь блай, оказывается, стимпачится. Блай пытается его отогнать. Блай отгонит кассу. И девайка королевами фокус. За это Марик посуровучи всех убили. Ну, посмотрите, какая дичь здесь на второй. Все мулы погибли. 17 ксм уничтожено. Боюсь, это контр-забегание. Касса не зарешает, так как зарешало забегание просто Блая. Хотя вот даже дробов как-то умудрился добраться в итоге. Трансфюзить надо королев. Ё-моё, не оттрансфюзил ни одной, ни другой. Это ошибка была. Сейчас еще одна подошла. Все-таки оттрансфюзил касс. Хайф! Выход в ультралов от Блая идет. Маленький минус, ребята. Роучины ксилнага уходят. Здесь у нас третий сэщик уже добывается вовсю. Ну, Блай будет сдерживать пока что все выходы касса, естественно, линго-реведжерами, инфесторами. И потом переход будет, не потом, но уже идет переход в ультралов. 68 дронов на 45 ксм, то есть по экономике у Блая все очень даже неплохо. Плетку одну на хг ставить, чтобы дропы касса принимать. Касс делает выход, но лимита меньше на двадцатку. Здесь Роуч третью цеху напрягающе. Смотрите, рабочих. Мула новейшего Блая опять же заблевает. Что-то в этой игре мулы касса вообще долго не живут, я так посмотрю. Касс заходит на четвертую. Будет Блай боль принимать? Конечно, будет. Королева выходит. Ой, как больно. Блая сейчас стала. Проморгал он момент касса врыва и в итоге касс просто мясо разваливает эту базу дальнюю. Заходит дальше танчиками. Выходит первый инфестор. Но он без энергии, без грейдов сейчас все инфесторы строят на энергию. Поэтому им нужно скопить еще. Продолжает касс дать 175 на 121 по лимиту. Будет Блай боль-то принимать? Да, пошел замес, идет вперед. Инфестор, энергия есть? Нет, нет. Вот сейчас появляется энергия у инфесторов, но Блай не кидает. Почему-то Микос ничего никуда не кидает. Касс сваливает 163 на 108 по лимиту. Блай касса шатает здесь. Касс пытается, пытается уйти. Ему пока никак не уйти. Блай там несколько юнитов подбрил еще. 170 на 107 по лимиту. И, конечно же, Блай может просто здесь задавить касса. Тем более, что касс свои танки отдает просто на муви сейчас. Блай подбривает их. Фаербулами, реводжерами с лоу граунда заходит. Это 3-2 в пользу Блая абсолютно точно. Касс танки не законтроливают. Фаербулы на медиваку пошли. Касс еще и 3-й туда привел медиваку. Блай разносит касса в мясо просто. Ждем шестую игру. Не знаю, что там будет за карта. Сейчас Мэджик создаст. Фаербулы. Фаербулы на медианье. вот эти не знания в описании добавлял сетку третье место strange minato пробрил 31 вот но сейчас очень скоро определится победитель который получит 25 тысяч рублей 12000 тароми 7000 3 получается и 4 700 что или сколько у нас там или 7 500 3 2 не знаю по процентам утка 50 тысяч при за вопрос на гг там цифры еще не до 50 тысяч поменьше немножечко на 50 стопроцентно призовой будет поэтому ну что ребят теперь каждая игра может быть последний матч поинту в здорово скрин москву strange проиграл блаю к сожалению 1 3 но это было ожидаемо на самом деле этого ожидал у стрэнджа подупал уровень сейчас когда началась учебная неделя и учебный год начался до сен поступил института его видимо он все-таки не тренется так много когда это и 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 интересная карта у нас, я не знаю, что там где лагает, никто на лаги не жалуется, ни на твичи, ни на гудгейме пока. Ну что, тут эшка указ пошла на лоу-граунде. Надеюсь, у два что-то рабочие катаются, надо их уже остановить, неужели вначале не сконтролить, ну вот он сейчас сам встал и будет здесь добывать нормально. Линга меблая бегает сверху, риперкасс полетел вперед, а через пулл первый был опенинг, привет эвэрус. Так, линги пробегают сюда, две штучки со стороны Блая, КСМ-ку сбрызает на ццехе, надо ловить её. Блай поймает эту КСМ-ку скорее, если КАЗ не вычинет её, а КАЗ её навряд ли вычинет, или всё-таки вычинет. Даже учитывая, что КАЗ попытался вытянить Блая прогрыз эту КСМ-ку, то есть КАЗ ещё и минералов потратил нам починку, в итоге всё-таки потерял. Здесь цц-чика достроится, сейчас мух делает, с дроном Блая делают, всё стандартно абсолютно. Что далее, будут ли какие-то там лейры ранние или что-то, сейчас посмотрим. Или третью хату, третья хату пошла от Блая, смотрите-ка. Ну что, реперочек улетает. КАЗ прилетел и ничего не сделал здесь. У него два юнита убиты, у рипера, но это те два линга, как вы помните, которых недавно он только что вот убил. Недавно только что, недавно убил. На Мэнни Блай отменяет. Криптумор красавчик не даёт его отменить. Риперам это важный момент очень, потому что криптумор первое терять всегда невыгодно. Рипер прилетел и КАЗ умудрился его слить сейчас прямо. Так, пошёл Армор и второй Эволюш, он что-то подобный Билл как в предыдущей игре, судя по всему. Здорово, ЕЦ. Тебе всех тоже рад видеть. 4К Бомбер, спасибо. Блай переводит дронов уже на третью базу. Главное с контролем, чтобы никакого дистанс майнинга здесь не было. Прежде 2 секунды ещё будет хата строиться. Блай не законтролил, 2 дрона... А нет, тут сконтролил всё-таки. 24 линга владел. Да, тот же билд, рейнджовые грейды делаются. Всё то же самое, что и в предыдущей игре. Главное... Главное, чтобы... Были юниты, чтобы отбить вот первый врыв медиваками, 16 мариков этих, да? Здесь овер висит, будет уничтожен. Сейчас Блай криво его повесил, сюда касс приходит. Касс невнимателен. Был бы внимателен, убил бы овера, касс не убил. Медиваки летят вперёд, касс просто на муви идёт. Ну, мариков 16, кстати, дома-то остались. Мог бы и всех-то взять бы. Так, и с плингами Блай не убивал. Минка сплэшем хотя бы рабочего кассу убила бы. Но так как Блай начал убегать, Минка ничего сплэшем вот у меня убила. Плинги забегают. Блай одного Марика убивает, и всё, больше ничего он не сможет убить здесь. Ну, нормально встретил, как бы нормально кассу встретил. Вот. Напомню, что игра это может быть последний, ребят. Поэтому не расходитесь. Запись будет выложена на YouTube, естественно. Сразу же после окончания матча я её выложу. Вот. Ну, естественно, потребуется время на заливку, потребуется время на обработку. К завтрашнему дню она точно будет уже готова. Может быть и ночью там когда-то обработается, вот. Ну и напоминаю, что поддерживайте турнир данный, поддерживайте меня и мой канал, естественно. Сами знаете как. Турнир только материальный. Мой канал подблок и отключайте. Премиум подписывайте. Через плеер реквизит, там все дела. Вот. Ну что, Блай четвёртую хатку уже занимает. Харас Каса не удался особо, на самом деле. Блай очень четко здесь отбился. Ждёт и на мэне дропа ещё при этом. Так, здесь линги кступят. Надо отступить между турнир. Королева вместе с лингами принимает Блай бой. Пытается лингами мариков служить. Ну, Каса улетает группой из восьми мариков. Так, второй армор Блай заказывает. Надо вторую атаку заказывать. Каса выдвигается вперёд. Здесь овера халява находит. Минусует. Надо заказывать ещё оверов. Третья ЦС-чика грейдится. Или нет? Что это? Касанка и оценка случайно. Пожалуйста. Маленький. Так, выход от Каса такой серьёзный ещё не идёт. В это время Блай забегает. И как же Каса втыкает с этими закрываниями и открываниями депушек, а? Халявное забегание очередное от Блая. Рабочих разваливает. Он очень много здесь. Реально очень много Каса. 95 на 130. КСМ пытается Каса увести. Но Блай на рамку ворвёт. Сейчас и Мариков убьёт. И КСМ их не убивает. Каса в это время идёт четвёртую базу Блая отменять. У него Роуч прямо здесь находится. Роуч ему так. Роуч выходит вперёд. Мариков своих же сплэшем подбил. 70 на 120 по лимиту. 13 КСМ их Каса потерял. Здесь ничего не получилось. Похоже, что Блай выиграет этот турнир, ребят. Очень похоже. Но ещё рано. Каса вперёд забегать. Так, хорош Блай. Просто медивак сбривает с Мариками. Сейчас двукратное преимущество по лимиту. Идёт в лоб оппонента уже убивать. Убьёт или нет, вопрос хороший. Но Муф Роучим будет через буквально пару секунд готов. И они просто ринутся вперёд всех. Гигантских количеств. Фаербольщики от Блая. Увернулся Кас с медиваками. Молодец. Сейчас мог бы два слить просто на муру. Выходит на третью стежку. ГГ пишет Кас. Блай победитель. Старлайн лиги номер два. Блай получает главный приз. Вот. Блай красавец. Что тут говорить. Да, на твиче народа много, ребят. Я сам удивлён, что столько прям народа на твиче. Хорош Блай. Чётко отыграл. Я, блин, Илюхис прогнозировал абсолютно точно результат. Как я и всё и говорил. Мината четвёртая. Стрэндж третья. Кас второе. Блай первая. Ну это я так пальцем в небо тыкнул на самом деле. Ну мне казалось, что так сыграют люди сейчас. Вот такие вот дела. Сейчас сделаю стоп-старт. Поздравляю Блай с победой ещё раз. И делаю стоп-старт. Расскажу вам, что завтра будет.